Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 19 августа, Православная Церковь совершает праздник Преображения Господня. В последний год своего общественного служения, находясь в Кесарии Филипповой, «Господь в преддверии грядущих страданий начал открывать ученикам то, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников, и книжников, и быть убиту и в третий день воскреснуть». Слова учителя сильно опечалили апостолов и особенно Петра, который стал прикословить Спасителю, говоря, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою», «Заметив скорбь учеников и желая облегчить ее, Иисус Христос обещает некоторым из них показать ту славу, в какую Он облечется по Своем отшествии. Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царстве Своем». Спустя шесть дней Господь в сопровождение учеников отправился из области Кесарии Филипповой в пределы Галилеи. Остановившись у горы Фавор, он взял с собой трех учеников – Петра и братьев Завидеевых Иакова и Иоанна – и взошел с ними на вершину помолиться. Однако апостолы, утомившись, уснули. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном. Во время их сна Господь Иисус Христос преобразился, и когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. Очнувшись от сна, апостолы увидели его в светлых одеждах с исходящим от него ярким светом. Христос беседовал с двумя мужами – пророками Моисеем и Ильей – о предстоящих страданиях. Когда беседа Христа с Моисеем и Ильей подходила к концу, апостол Петр проникся дерзновением и сказал «Наставник, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи – одну тебе, одну Моисею и одну Илье». Петр, которому предназначено быть одним из Созидателей Церкви Христовой во всей Вселенной, собрался построить три кущи, то есть три палатки для Учителя и явившихся им пророков. Он все еще смотрит на Иисуса Христа по-земному и ставит его наряду с Моисеем и Ильей. Но Иисус, пишет преподобный Ефрем Сирин, тотчас показывает ему, что не имеет нужды в его скинии, что он есть тот, кто в продолжение сорока лет делал в пустыне скинию из облака отцам его. Когда он еще говорил, повествует святой евангелист, «Все облако светлое осенило их, и все глаз из облака глаголищей, сей Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». При этих словах апостолы в сильном страхе пали ниц. В это время слава Господня, а вместе с ней и пророки, скрылась от них. Господь подошел к лежавшим на земле ученикам, говоря, «Встаньте, не бойтесь». Подняв глаза, апостолы никого не увидели, кроме Господа Иисуса. Они стали спускаться с горы. Дорогою Господь заповедал им никому не говорить о видении до тех пор, пока он не примет страдания и смерть и не воскреснет в третий день. Апостолы выполнили просьбу Спасителя и умолчали до поры об увиденном. Однако величие преображения не ограничивается только чудесным созерцанием учениками Божества Христова, просиявшего через завесу плоти Его. В свете фавора перед нами открывается одновременно и все домостроительство Божие о спасении мира, что и отобразили весьма ясно в своих творениях святые песнословцы, составители стихир и канонов на День Преображения. Соединив в себе Божество и человечество неслиянно, ты показал нам на фаворе уголь Божества, и тем изумил Моисея с Ильею и верховных из апостолов. Поэтому-то, узрев Божество во плоти, блистающее на фаворе, Моисей и Илья познали в нем Того, которого они в древности провозвестили истинным Богом, а ныне пришедшего от Девы от Раковицы, человеком на избавление. Ныне уразумели все, кто такой Иисус, Сын Бога Живаго. Он тот, который некогда явился Моисею прикровенно в огне и купине, а затем на горе законодательства, в древности во мраке, сейчас же открылся в яве, в неприступном свете Божества. Моисей и Илья приблизились на фаворе к преобразившемуся Христу. Это закон и пророки предстоят своему владыке, как рабы, исполнившие его повеление, совершив все то, что он указывал на Синае и на Хариве, и на прочих местах богоявления. Они сейчас как бы слагали перед владыкой свои полномочия. Они полны священного трепета. Вот Господь идет в Иерусалим завершить их дела и принять крест ради спасения людей. Пророки удалились, кончились древние преобразования, исполнились пророчества. «Воссиял свет фавора, на земле сын возлюбленный, совершитель закона и домостроитель спасения людей». Праздник преображения Господня научает нас многим богословским истинам. Невещественный огонь, не попалявший вещества телесного, виден был, как Моисею апостолом и Ильи явился ты, владыка, единый из двух естеств в двух совершенных естествах. Так поет святая церковь об откровении воплотившегося Сына Божия на горе Фавор. «И пророк Илья и Моисей, созерцавшие некогда на Хариве неопалимую купину, и святые апостолы ныне увидели в просиявшем лице Иисуса Христа Бога и совершенного человека, воедины ипостаси два естества, неслитно и нераздельно, соединенные. На Фаворе возвышенная догматическая истина о воплощении Боге, Слове, была представлена всем людям воочию. Глаз Бога Отца, сей Сын мой возлюбленный, свидетельствуя вновь, как и у Иордана, о Бога Сыновстве Иисуса Христа, открывал тайну Святой Троицы, представшие же Господу Иисусу с земли апостолы, как бы с неба Илья Фесвитянин, а из мертвых Моисей, по словам Творца Канона, на преображение, преподобного Иоанна Дамаскина, указывали величие власти его. Он живыми и мертвыми обладает, являясь владыкой неба, земли и преисподней. В русской народной традиции преображение называется вторым или яблочным спасом, так как его справляют одновременно с поспеванием яблок. В православном календаре праздник приходится на Успенский пост, но, начиная с этого дня, разрешается есть яблоки и фрукты, освящение которых совершается в конце праздничной литургии. Дорогие братья и сестры, я сердечно и тепло поздравляю вас с праздником преображения Господня. Пусть божественный свет Фаворской горы просветит наши души и наполнит их благоуханием веры, надежды и любви. На горе преобразился, показав Господню славу. Лик божественный светился, ото сна подъявших главы Петр и Аков с Иоанном. На одре, песком застыланном, рассуждали. Дай нам, Боже, обнаружить ревность тоже и остаться здесь навечно, позабыв о днях беспечных, ароматов фруктов спелых, славен день преображения и по мере приближения свет фаворский в ризах белых. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok